Зелёная волна 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 Как вы считаете, вот как наследственность влияет на проявление всего многообразия того, что окружает нас? Вот, допустим, на лес, на те организмы, которые нас окружают, не обязательно. Это может быть и река, это может быть поле, это может быть многообразие различных видов насекомых, животных и так далее. Мое мнение такое, что главное, к чему мы должны стремиться, это к полной гармонии между человеком и окружающим миром. И вот, к огромному сожалению, у нас происходит определенный дисбаланс. И если сейчас присутствует такая наука, генетика и селекция, также в лесном хозяйстве, даже если есть научно-исследовательские институты целые, то вот что касается нашего общества, то нет. И если мы заботимся о каком-то растении, чтобы оно произрастало, не имело никаких отклонений от тех норм, которые есть, то когда мы переходим на человека, на общество, то мы этого как бы не замечаем. И вот в данный момент, что по большому счету нужно человеку, да и, собственно говоря, и природе? Это чистый воздух, чистая вода, нормальная среда обитания, как для человека, так и для культуры. Следующий вопрос у меня к Андрею Сергеевичу Померанцеву. Андрей Сергеевич, вот как только начала развиваться генетика в обществе, в целом, в мире, появилось сразу несколько течений, которые стали заниматься улучшением породы человека. Это направление называлось и называется Евгеника. Вот вы как политик, как вы считаете, нужно ли улучшать породу людей? Ведь это может привести к совершенно потрясающим явлениям. Это появление каких-то сверхмощных роботов, это появление безмозглого целого армии монстров. Как вы считаете, нужно это запрещать или наука должна развиваться во всех направлениях? Спасибо за вопрос, Александр Тимофеевич. Я думаю, что вы затронули действительно актуальный вопрос, связанный конкретно с генофондом нашего российского общества. И здесь, наверное, рассматривать данную проблему только с точки зрения генетики, наверное, было бы не совсем правильно. Хотя я бы хотел привести такие факты. В начале прошлого века в нашей стране, в Советском Союзе, шел великий спор двух великих ученых. Это Трофима Лысенко и Вавилова. Мы знаем, она трагическая, этого столкновения. При этом столкновении пострадали люди в прямом смысле. Но, что бы я хотел отметить, вот суть этого спора была о том, что передаются ли приобретенные качества по наследству, приобретенные признаки или не передаются. Школа Вавилова, она стояла на том, что не передаются, что геном не изменяется за всю жизнь человека. А школа Лысенко как раз базировалась на гипотезе Ламарка о том, что приобретенные признаки передаются по наследству. И вот по курьезному, наверное, стечению обстоятельств, сложилось так, что в 2003 году как раз один из исследователей Института имени Вавилова опубликовал свои открытия, результаты своих исследований о том, что, оказывается, действительно приобретенные признаки передаются по наследству. А кроме того, сам геном за время жизни живого организма, он меняется. То есть он может приобретать эти признаки. Кроме того, вот что интересно, что последние исследования выдвигают все более и более новые гипотезы, что, оказывается, на процесс генетики влияют не только биохимические реакции, которые происходят между молекулами ДНК, а и волновые процессы. То есть, например, я недавно читал работы, в которых четко указывается, что клетки между собой могут общаться. Эксперимент с разделенными клетками через кварцевое стекло показал, что, оказывается, у них даже есть слова, но только общаются они, колебая не воздух, а колебая эфир, то есть электромагнитными какими-то волнами. Причем выяснилось, что даже имеют клетки в своем наборе, вне зависимости от сложности организма, имеют набор слов 32, то есть 16 синонимов, 16 антонимов. О чем это говорит? Это говорит о том, что генетика на сегодняшний день, наверное, только на самой ранной стадии. Помните, какая была эйфория, когда только открыли молекулу ДНК, и сколько было разговоров о том, что все, мы теперь победим старость, теперь вечная жизнь, там много проблем будет решено, наследственных заболеваний и так далее. А все новые и новые исследования говорят, что это все, оказывается, были вот стереотипы, и эти стереотипы разрушаются новейшими исследованиями. И поэтому, вот я к чему это все вел, к тому, что действительно наркомания, она уничтожает наш генофонд. И если приобретенные признаки действительно будут передаваться по наследству, склонность к наркомании, она будет только усиливаться, и неизвестно, как это еще проявится через несколько поколений. Мы, к сожалению, на этот вопрос пока ответить не можем, потому что у нас таких данных нет. И в связи с этим страшно также становится от того, вот те продукты, вот так называемые науки генетики, которые мы сегодня получаем, ведь они базируются на старых стереотипах еще в Авиловской школе, что можно там чего-то при помощи биохимических реакций построить какой-то новый организм, и его использовать потом там в виде пищи, в виде там чего-то еще, какого-то биоробота. Но ведь, извините, если наука на сегодняшний день находится в таком только зачаточном состоянии, как мы можем прогнозировать, что будет через несколько поколений? Поэтому здесь целый широкий спектр проблем возникает в связи с развитием науки генетики. И наркомания, как один из аспектов, который может повлиять на наш дальнейший генофонд, это, конечно, действительно серьезная проблема. Но связана она, в первую очередь, с тем, что у нас произошел откат. Если в 2017 году мы перешли на более новую ступень развития человеческого общества, то есть получили, каждый человек, который жил в Советском Союзе, получил новую степень свободы, то теперь мы откатились назад, то есть фактически вернулись на 100 лет назад. И теперь мы вынуждены догонять вот эти 100 лет все страны, которые укатились вперед. В которых, кстати, возможно, на днях, а может быть в течение нескольких лет, произойдет социалистическая революция, либо какой-то плавный переход к социализму. Потому что, по сути, социальная обеспеченность западного общества настолько высока, что это уже с какой-то мере можно назвать социализмом. Но, оставаясь в капитализме, это общество прогнивает. Почему? Потому что там появляются признаки прогнивания общества. Это появляется, так называемая, нетрадиционная ориентация, которая уже возводится чуть ли не в ранг идеологии в западном обществе. Это та же наркомания, которая как раз пришла откуда? Из западного общества, из общества эксплуатации человека человеком. Почему человек садится на наркотики? Потому что он перестает себя чувствовать творцом. Его же нигде не воспевают. Вот посмотрите, в советское время выходишь на улицу, плакаты «Слава труду», «Слава такой-то профессии». Человек выходит, чувствует себя Богом, равным вселенскому замыслу природы. У него сразу мотивация на подвиги, на творчество. Западный человек, к сожалению, такого не ощущает. Да и мы сейчас такого не ощущаем. Мы это счастье потеряли, к сожалению. И поэтому многие люди, они впадают в депрессию, склонные к творчеству, склонные к мышлению. Они впадают в депрессию. Чтобы это как-то заглушить, они, естественно, подменяют это все наркотическими средствами, спиртными напитками, сигаретами и так далее. Борис Михайлович, вот мне хотелось бы вашу точку зрения по этому вопросу послушать. Потому что вопрос формирования поколений, вопрос формирования новых каких-то отношений, новых слоев общества, социальных слоев. Это очень сложный вопрос. Это вопрос и управления, это вопрос вообще нашего будущего. Я полностью согласен с Андреем Сергеевичем, что он сказал сейчас, но я хотел бы немножечко упростить и ввести только два критерия. Вот человека я оцениваю по двум показателям. Его физические кондиции и его интеллектуальный уровень, интеллектуальный потенциал. Вот на данный момент и там, и там мы имеем явное снижение. Потому что физически здоровых людей становится все меньше и меньше. Это однозначно. Дальше, значит, что касается интеллектуального уровня, ну, показателем пусть будут у нас вузы, студенты. Вот берем студента, студента дипломника 30-40 лет назад и студента сейчас. Я имел возможность общаться и с тем периодом, и с другим периодом. Это две большие разницы. И вот тот студент, который раньше соответствовал тройке, на данный момент он превосходит отличника нынешнего вуза. Но эта тенденция, она не случайная. Она целенаправленно осуществляется кем-то. И критерий, к огромному сожалению, вот я не принадлежу никакой партии, но то, что про капитализм и социализм говорил Андрей Сергеевич, конечно, я в пользу социализма. Почему? Потому что именно тот дикий капитализм, который сейчас создается у нас в России, тенденция одна. Есть природные ископаемые, есть определенная небольшая горстка лиц, которая должна это контролировать. И необходимо иметь как можно меньше населения. Более того, население такого, которое не способно мыслить, а извините меня, как стадо баранов соглашаться со всем тем, что ему предлагают. И вот это, конечно, самое страшное для нашей страны, для нашей великой России, которая имеет, собственно говоря, такую могучую, великую историю, которая имеет таких величайших одаренных людей. И, к огромному сожалению, они еще есть. Но с каждым днем, с каждым годом, с каждым десятилетием их будет становиться все меньше и меньше. Поэтому самое серьезное внимание, если у нас все же есть руководство страны и оно задумывается о перспективах нашего государства, мы должны приложить все усилия, чтобы поставить барьер уничтожению именно вот человека полноценного, интеллектуально развитого, мыслящего. И только тогда у нашего государства и у нашей страны будут определенные перспективы, и у нас с вами тоже. Вы знаете, вот когда мы говорим о генетике, то почему-то все время примеряем ее на нашу жизнь, на наши вот какие-то взаимоотношения друг с другом, с природой. Но люди поняли значение генетики еще и для науки, фундаментальной науки очень давно. Когда полетел Гагарин, первый космонавт Земли, с ним уже были объекты для генетических исследований. Это мельчайшие мушки, плодовые мушки дрозофилы. Мне посчастливилось работать долгое время в Москве с Институтом космических исследований по программе, которая изучала разные аспекты деятельности насекомых. В том числе я участвовал в заседаниях многочисленных советов по космической биологии и физиологии. Председателем этого совета был Всеволод Васильевич Антипов, профессор, доктор медицинских наук, выпускник нашего Воронежского мединститута. Много раз мы с ним общались, много раз мы с ним выезжали в различные точки, проводили совместные эксперименты, обсуждения экспериментов. И я у него спросил, Всеволод Васильевич, какова же все-таки роль генетики в существовании человека? И он сказал так, что генетика – это определяющее звено, и ее роль на 100% определяет нашу жизнь, продолжительность жизни, качество жизни, наше поведение, наши привычки, наши болезни, а все остальное – окружающая среда. К этому можно относиться как к шутке, к этому можно относиться как к серьезной вещи, но, тем не менее, это очень интересная тема, и этой теме мы будем посвящать еще многие передачи. Потому что в одной передаче рассказать даже тонким слоем о тех проблемах, которые связывают нас с окружающей средой через наследственность невозможно. Заканчивается наша сегодняшняя передача, но я хотел бы предоставить заключительное слово каждому из наших сегодняшних гостей. Пожалуйста. Ну, я бы хотел сказать фразой великого советского российского борда Егора Летова «Пластмассовый мир победил в погоне за наживой». И мы должны приложить все усилия, чтобы последствия негативные вот этого пластмассового мира мы могли как-то залаживать. Дорогие воронежцы, дорогие друзья, берегите природу, берегите себя, сохраните ту самобытность и тот стержень, который в вас присутствует. Я думаю, что мы победим. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...